МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствую на нашем канале Оптонель. Сегодня мы поговорим про такие вещи, как игровая поверхность для компьютерной мыши. Другими словами, коврик для компьютерной мыши, но они тоже бывают разные. Бывают вот такие маленькие, вот это действительно коврик для игровой мыши. Бывают игровые поверхности вот такого размера побольше. То есть это игровая поверхность для клавиатуры и мыши. И бывают прям огромная игровая поверхность вот на весь стол. И бывают еще больше с подсветкой. Сегодня я вам покажу, какие они вообще бывают, их виды, чем они отличаются, что такое игровой коврик и почему он может стоить дороже. Сегодня разберемся более подробно. У кого останутся вопросы после просмотра этого ролика, вы их сможете задать в комментариях. Приятного просмотра, поехали! Перед нами лежит несколько игровых поверхностей. Также присутствуют игровые коврики. Давайте сразу разберемся, почему игровые и есть ли смысл покупать игровые. Ведь они бывают дороже. То есть можно купить обычный коврик. Многие знают, что сейчас уже лазерные классные мышки. Они работают даже на просто столе, без какой-либо поверхности игровой. И можно его не покупать. На самом деле нет. Люди, которые играют, стримеры, геймеры или вообще киберспортсмены, они знают, что игровая поверхность очень важна и в шутерах каждая миллисекунда. Очень важна для игрока. Потому что именно та миллисекунда может дать возможность выиграть определенный раунд. Игровая поверхность отличается именно материалами изготовления. То есть также коврики бывают разных материалов. Смотрите, вот взять, например, две игровых поверхности. Вот мы видим, это поверхность от Razer. Razer это компания, то есть люди, которые играют или, например, стримеры знают. Это геймерская компания, которая делает разные геймерские девайсы, поверхности, также наушники. И вот, смотрите, вот это тоже игровая поверхность от Razer. Но кроме внешнего вида, они еще отличаются очень важным фактором. Смотрите, сама поверхность коврика, видите, здесь именно шершавый. То есть если очень хорошо присмотреться, то вот этот коврик шершавый, а вот этот игровой коврик, он гладенький. И, во-первых, для человека это на ощупь разная штука, а во-вторых, разные мышки могут работать на этих поверхностях по-разному. То есть одна мышка может на вот этом коврике работать хорошо, а на вот этом работать плохо. И наоборот. Понятно, для обычного человека, пользователя, или просто человека, который зашел там какую-то игрушку поиграть, это не столь важно, и, в принципе, можно выбрать любой коврик. Даже вот такой вот маленький, самый обычный коврик, и ему этого будет достаточно. Первый это вот такой вот маленький игровой коврик от компании Razer. Дальше у нас есть вот такая вот игровая поверхность. Смотрите, тоже значок Razer, он разноцветный, красивый. Кстати, заметьте, что каждый из то ли коврик, то ли игровая поверхность, вот здесь по краю очень хорошо, качественно прошиты. Также вот такой вот коврик тоже от компании Razer в зеленом цвете, тоже прошит. Также есть вот такие ковры, тоже мне очень нравится, SteelSeries Fnatic. Тоже люди, которые играют, геймеры знают, SteelSeries это тоже компания. Например, я знаю, у них очень хорошие игровые мышки, мне они нравятся. Вот такого плана коврик. Немножко поменьше, но он как бы повыше в высоту, больше. Это с игры Dota 2. Кто играет в игру Dota, и кому это нравится, то, я думаю, коврик он оценил. По-своему все прикольные, я бы все купил и через время их просто-напросто менял. Смотрите, вот таком сером, таком цвете, минималистичный, серый с черным, красная полосочка, это карта мира тоже. Кстати, заметьте, важный фактор, каждый из ковриков, то ли это коврик, то ли это игровая поверхность, он должен на задней части быть прорезиненный. То есть вы положили его на стол, и он должен на одном месте быть. То есть, если здесь прорезиненный, он не будет по всему столу ездить, скажем так, и тем самым даст вам возможность комфортно играть. Если поверхность будет по столу ездить, соответственно, мышка тоже, и не сможете комфортно играть, соответственно, не сможете выигрывать. Такой красочный Fortnite коврик, здесь Fortnite, кто знает, это прикольно, кстати, игрушка. Ребят, что касается игровой поверхности, есть у нас вот такая, это самая огромная игровая поверхность, которая только бывает. Смотрите, вот это игровая поверхность, но опять это уже подойдет человеку, у кого большой стол, сюда можно поставить мышку, можно поставить клавиатуру. У кого маленькие столы, это покупать бесполезно, потому что это все дело даже не поместится на столе. То есть вот такая вот игровая поверхность, коврик это сказать неправильно. Кстати, вот эта игровая поверхность самая мягенькая, она очень мягкая. Ну и еще у нас есть вот такие вот светящиеся коврики, то есть вот этот ободочек, сейчас мы распакуем, я вам покажу, полностью светится RGB, то есть разными цветами. У него есть возможность переключать режимы, переливание, просто выбрать определенный цвет. Кто любит просто коврик ставить под мышку без клавиатуры, то, конечно, смысла покупать большой нету. Есть вот такой вот маленький по функционалу. Они одинаковые, просто-напросто отличаются размерами. Смотрите, в комплекте уже к этому коврику идет microUSB на USB, то есть для того, чтобы дать питание подсветке. Можно использовать даже от повербанка, можно от системного блока, ноутбука и так далее. Кабель microUSB на USB в тканевой отлетке, соответственно, тем самым он не так быстро будет перетираться и, скажем так, будет долговечней. И сам коврик вот такого типа, то есть сам коврик просто-напросто черный, но вот этот ободочек, он полностью светится. Вот здесь находится кнопочка, которая переключает те самые режимы. Один конец кабеля мы просто подключаем вот сюда, а второй конец мы можем подключить, например, в повербанк. Ребят, вот таким вот образом он светится в полной темноте, очень красиво, тоже есть разные режимы. То есть вот таким вот цветом можем цветиться, также может вот такой синий, мне он очень нравится. И просто выключаться и включаться другой свет, смотрите, плавное переливание коврика, тоже прикольно выглядит. Также вы можете выбрать определенные цвета, то есть какой хотите, оставить именно тот, который вам нужен. Ну и давайте я покажу вам сейчас побольше коврик с подсветкой, а потом расскажу вам про единственный минус, но он не для всех. То есть минус именно вот таких ковров с подсветкой. Тоже кабель microUSB на USB, эта поверхность выглядит вот таким вот образом. Здесь находится одна кнопочка, которая позволяет переключать режимы или выбирать любой из цветов, который вам нравится. Ребята, она светится вот таким вот образом, очень прикольно, то есть тоже есть разные цвета. Вот такой вот розовый, синий, такой голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный и переливание. То есть смотрите, плавное переливание, он тухнет, потом загорается другой цвет. И тоже вы можете выбрать либо режим, либо просто-напросто определенный цвет. Что касается минусов, вот таких вот ковриков с подсветкой, их просто-напросто тяжелее стирать. То есть если взять вот такие коврики, у меня, например, есть вот такой коврик, только просто другой раскраски. Когда он замазывается, это происходит очень долго, но все же со временем там припадает пыль и так далее. Его просто-напросто можно полностью мочить, полностью стирать и ничего с ним не будет. Потом он высохнет и можно использовать дальше, как и ранее. То в случае с вот таким вот ковриком, его в принципе мочить тоже можно. Но, во-первых, вот эта подсветка, нужно аккуратненько его выстировать. А во-вторых, вот этот блок управления ни в коем случае мочить нельзя. Если туда попадает вода, то, соответственно, коврик больше всего придет в негодность. Это единственное, чем он отличается. Но, конечно, за это вы получаете очень красивую подсветку, которая украсит ваше рабочее место. Что касается вопроса, какой выбрать ковер, это решать, конечно, вам. Потому что мне, например, вот огромная вот такая поверхность, вот эта самая большая. То есть, смотрите, вот эта какая поверхность, она тоже огромная. Но, если сравнивать, допустим, с вот такой, это просто можно постелить его на входной коврик или в ванную комнату, например. Мне такое не очень нравится, оно неудобно. Я бы себе, наверное, все-таки выбрал что-то вот такого размера. Поставить клавиатуру, поставить мышку. Кому-то, может быть, нравится именно вот такое. Удобно играть именно вот таким квадратным ковром, на который можно поставить только мышку и будет использовать только мышку. Это все, ребят, индивидуально, потому что у кого-то стол огромный, у кого-то небольшой. Кто-то играет на минимальной скорости мыши, то есть чувствительности, скажем так. Что это значит? Смотрите. То есть, если, допустим, провести, вот взять вот такой коврик и с одного конца в другой конец мышкой в шутере провести, то мышка там подвинется на пару миллиметров влево. А кто-то играет на максимальной чувствительности. И если там он проведет немножко, там буквально пару миллиметров, то его персонаж там два раза покрутится. То, конечно, это все индивидуально и выбирать вам. Пишите в комментариях, какой из этих ковриков понравился вам больше всего. Какой коврик вы используете у себя. Подписывайтесь на наш канал, оценивайте наши ролики. И до новых встреч на нашем YouTube-канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok